Дорогие друзья, приветствую вас на интеллектуальном спринте «Технология чистого разума». Идея этого спринта пришла ко мне не случайно. Здесь, в рамках Академии смысла, мы регулярно сталкиваемся с тем, что человек приходит с вопросом своего внутреннего страдания, своих внутренних переживаний. С другой стороны, очевидно, что у человека есть все ответы на вопросы, если он способен использовать инструменты своего мышления таким образом, чтобы и обнаружить, где у него белые пятна, чего он не видит, каким образом ему принимать решение, устраивать свою жизненную стратегию и так далее. Я, как автор, могу сказать, что часто пишу что-нибудь, и тебе говорят, что все время так думал, но не мог сформулировать. Действительно, у большинства людей, думающих, которые не просто так относятся к жизни, а серьезно, они сталкиваются с ситуацией вот таких тупиков, каких-то неясностей, стеклянных потолков, странных кризисов, да, при формальном, может быть, все неплохо, а что-то вот так, не туда, не так. И это все связано с тем, что нужно научиться переформулировать иначе, посмотреть на самого себя и на ту кашу, которая варится в нашей голове. Именно поэтому я говорю про чистый разум. Нам надо его чуть-чуть почистить, потому что мир, в котором мы сейчас живем, он полураздражителей всяких разных, постоянно нас раздергивают, нам дают противоречивую информацию. Наши собеседники зачастую оставляют желать лучшего. Хотелось бы как-то с умным человеком поговорить, а кроме себя никого нет. Я иронизирую, но я думаю, вы понимаете, почему мне показалось важным, что мы сейчас должны как-то учиться защищать свое ментальное пространство и использовать инструменты мышления для того, чтобы собирать свои жизненные стратегии таким образом, чтобы качество нашей жизни, чтобы наши цели были объемнее. И сама жизнь, и цели, которые мы перед собой ставим. И чтобы мы не разменивались на всякую ерунду. Но это можно только в этом случае, если вы способны это свое мышление взять под фактическое руководство, а не быть его просто свидетелем. Собственно говоря, этому будет посвящен наш с вами спринт, который пройдет в этом канале. Три дня мы с вами будем заниматься. Вы увидите мои видео, и видео наших участников, и упражнения, задачи. Не то, что вам задачи, а упражнения, которые помогут вам действительно почистить голову. И мне кажется, это очень круто. И я с удовольствием приглашаю вас провести эти три дня со мной и членами моей команды, для того, чтобы мы помогли вам почувствовать, что в этой жизни еще есть множество возможностей, ресурсов. И самое главное, что они есть у вас. И хочется, чтобы вы их ощутили, и они стали вашим инструментом. Они были где-то там на захламленном чердаке. Чердак чистим, чистый разум — это наше все. Приглашаю вас проследовать с нами по этому замечательному очистительному пути. Приветствую вас, дорогие друзья. Мы начинаем первый день нашего интеллектуального спринта, который получил название «Технологии чистого разума». И прежде чем вы получите ваши задания, всякие разъяснения и так далее, я хотел несколько слов сказать о ключевых смыслах, которые, мне кажется, мы должны поставить в центр своего внимания, для того, чтобы вся информация, которую вы будете получать и от самих себя, и от нас, она у вас, так сказать, укладывалась системно. Проблема нынешнего времени состоит в том, что мы постоянно с вами раздерганы, дезориентированы. И даже если мы пытаемся на созрательном уровне как-то создать картинку, что все как бы хорошо и прекрасно, обстоятельства к этому никак не способствуют. И в такие времена все время встает вопрос, или точнее различные учителя, различные мыслители, они говорят, психологи, они говорят, вы должны обернуться на самих себя, вы должны начать внутри самих себя что-то делать. И каждый думающий человек предпринимает попытку как-то начать себя рефлексировать. Но проблема состоит в том, что когда мы глядываемся на самих себя, не имея для этого специальных технологий и ресурсов, мы практически ставим себя в глупое положение. Это рассказывать самому себе сказку про себя, потому что увидеть самих себя, обратившись просто сознанием внутрь, невозможно. Что там вы увидите? Так это не работает. И мы фрустрируемся. Часто мы, пытаясь рефлексировать себя, понимаем, что мы рефлексируем проблематику какую-то свою. И это неудивительно. Потому что что происходит на уровне нашего подсознания, и вообще как организован процесс нашего мышления, он обусловлен действием трех нейронных сетей. Они называются базовые нейронные сети, которые получили название центральная исполнительская сеть, сеть выявления значимости и дефолт-система мозга. Они — это удаленные области мозга, то есть это нейронные коры, ну и там чуть-чуть есть в подкорковых структурах, которые с друг с другом срослись и вводят наше психическое состояние в разные режимы, режимы работы мозга, я это называю. Значит, центральная исполнительская сеть — это наше такое сознательное действие, как мы что-то решаем тут, даже до два складываем, туда-сюда едем. Вот такая деятельность. Потребляем информацию. Сейчас у вас включена центральная исполнительская сеть. Вы сидите и потребляете информацию, пытаетесь разобраться, про что я вам говорю. Вот так, раз, вот так, а, про это, про это. Кто это сделал? Это сделал ваша центральная исполнительская сеть. Но при этом у вас бывают периоды, когда вы вдруг как будто погружаетесь в самих себя, делаете это несознательно. 46% времени в до цифровую эпоху, или в начало цифровой эпохи, мы как раз проводили в этих блужданиях, человек стоит на автобусной остановке и думает. А что он думает? Сидит, какую-то математическую задачу не решает. У него что-то там крутится, вертится, мы какие-то, мы одна мыслишка пролетела, другая раскакала, и так далее. Это включается, то вот та самая дефолт-система мозга. Этот режим называется в научной литературе блужданием. И когда человек спрашивает, о чем ты сейчас думал, ему сложно ответить. Он говорит, ну, так я ни о чем. Говорит он, хотя понятно, что наш мозг никогда не останавливается, так, чтобы ничего не думать. Более того, активность мозга в этот момент, когда мы в блуждании находимся, она выше, существеннее, чем даже когда мы решаем какую-то задачу, и вы меня слушаете, у вас мозг в этом смысле чуть-чуть отдыхает. Но я, правда, пытаюсь нагрузить вашу центрально-исполническую сеть с сложностью всяких разных слов, скажу про одну сеть, про другую, про третью, запутал уже. Но то, что центрально-исполническая сеть, она не может много всего удерживать. Ей нужно как-то ясно, понятно. И очень приятно, когда вот все раз-два, чего там делать, а вот делай так, делай эдак, все будет прекрасно. Вот такие видео набирают больше просмотров, чем когда надо подумать, вот как надо напрячь вот центрально-исполническую сеть, спросить там, вот ДФЛС, а что-то про что? Ага, так вот. Вот этот процесс, это интеллектуальная функция, это не просто так. Ну, еще есть сеть выявлений значимости, это сеть, которая, она такая эволюционная, более первичная, более ранняя из этих трех, она занимается, с одной стороны, переключением между центральной-исполнической сетью, сетью выявлений значимости, она чем-то напоминает павловские рефлексы, что такое, да, как бы вдруг, что происходит, это же не то же самое, как же сидите, соцсетировали, не мешай мне, это вас отвлекает, что-то там писали, это вот центральная-исполническая, потом задумались, вот это, и вам тоже приходят, это другая меня, я думаю, не трогайте меня, пожалуйста, вот, это что, это вот две сети основные, а вот это вот, там кто-то зазвенели, вы такие, «О, что это, а кто пришел?» вот, это у вас центральная-исполническая сеть, о, сеть выявлений значимости, в общем, чтобы не путать вас, есть три режима, вы или сознательны, или подсознательны, или вы пытаетесь понять, что происходит, и, значит, вот как-то с этим пытаетесь взаимодействовать, вот, и эти три режима, вот, они отдельно работают, они антагонисты, в каком-то смысле, одно, другое, одно, другое, и вот представьте, вот вам надо проводить рефлексию самих себя, понять самих себя, вот, у вас в этот момент включается что? Центральная-исполническая сеть, вы говорите так, «А я что хочу?» говорите вы, «У вас включена центральная-исполническая сеть, она, вот, дважды два вот здесь может решать, что вы хотите, находится в дефол-системе, вот в этом блуждании, вы там, то, там, это, это, и дальше вы говорите, так, секундочку, что он хотел? Вот, раз, там внутрь дефол-системы, подсознание, что я там, что хотел ты? Да, что-то такое, непонятно, хотелось бы, что-то, что-то, чего знаю, не хочу, не хочу, хочу, не знаю, вот это, там, дефол-системы, что-то крутят, мечты какие-то, страхи, переживания, надежды, вот это все, и вы так, центральная-исполническая сеть, спрашиваете, «А, давайте, запишем, так, первый пункт, что хочешь?» Вот они с друг другом не встречаются, понимаете, вот это, вот это, ваша соображаловка, такая вот, прагматичная, где, раз, два, три, давай, давай, коротко, что ты растекся мыслью по древу, давай, короче, короче, что это, чтобы центральная-исполническая сеть, и проще, вот, а дефолт-система, она плывет по древу у всех, вот, и, когда вы начинаете с центральной-исполнической сети пытаться задавать вопросы к дефолт-системе, она у вас сходит с ума, вот, именно поэтому нужна технология, технология, которая позволит вам, как бы, выгрузить из того, что у вас есть, а потом уже включить центральную-исполническую сеть, то есть сначала из дефолт-системы достать, а что же там за мышлишки-то, вот это вот, в моем чердаке-то, там, завалялись, вот, а потом уже, как бы, вот они у вас, а будут, вы же будете с ними центральная-исполническая сеть и работаете, и вот это, самое важное, что нужно понять, что мы не можем вот взять и отрефлексировать самих себя, но мы можем провести работу по, как бы, выниманию ключевых конструктов своей, вот этой подсознательной психической деятельности, а потом уже рационально с ними разобраться. Такой план. Дорогие друзья, мы подходим к очередному важному этапу нашей работы. Вы уже посмотрели на то, что действительно разные состояния у вас, интеллектуальные, да, в случае, когда у вас включена центральная-исполническая сеть, или сеть появления значимости, или дефолт-система мозга, вот, но, как я вам уже говорил, вот эта наша дефолт-система крутит большое количество наших всяких мыслей бесконечно на подсознательном уровне. Я про это все подробно писал, там, и так далее. Сейчас не будем детализировать все нюансы, но вы уже понимаете, что у вас там, когда вы говорите, что вам пришла в голову мысль, да, она не, не это крокодил, который по улице бродил, понимаете, случайно зашла в голову, а мысль, которая пришла к нам, она из дефолт-системы, которая у нас там в голове, она оказалась доступна для центральной-исполнической сети. Но это есть тоже соответствующий нейрофизиологический механизм, сейчас не будем про них говорить подробно. Значит, однако, когда мы запрашиваем что-то центральной-исполнической сетью подсознание, то там, как будто мы видим хвостики, они как будто бы разбегаются, вы как будто заходите, включаете фонарь центральной-исполнической сети, а в дефолт-системе они что-то тут было, вот как в игрушках, вот этот вот, был такой фильм про игрушки, истории игрушек, там все они куролесят, заходит мальчик, они гиблируются, и такие, все стоят как вкопанные, вот, и ничего не видно, вот. Вот так примерно с нашей дефолт-системы. И сейчас мы переходим к очень важному этапу, значит, когда нам нужно будет, значит, расслабить центральную-исполническую сеть, то есть не пытаться вот как-то концентрированно сесть, вот это вот, это поза мыслителя, не надо ничего, да, вот, а просто прислушаться. У вас сейчас там в голове какие-то мысли, вот крокодилы ходят, вот, и вот они выскакивают, морду вы увидели, крокодилы, вот, и запиши, записали, нам надо выгрузить, что там в этой вашей комнате игрушек, беренившихся, что за суета происходит, вот, и вы себя не натуживаете, да, они живут все время какие-то, про то подумалось, про это, и вы так сейчас, расслабьтесь, выдохните все время, так, выдохните, так, вот, и вот, ничего не, у вас нет задачи, вообще никакой, про вообще, вот, никакой задачи, вот так вот так, раз, вы сели, так, и вдруг так, вот, и я вспоминаю, что я должен вам сказать, что дальше, поскольку у вас возникает много вопросов, как это делать, вы увидите видео, где, значит, участники нашей Академии Смысла, они рассказывают про то, как они, это делают, с какими трудностями сталкиваются, так, что вы получите разъяснительную, так, дополнительную информацию со стороны людей, которые это делают, а сейчас я вам рассказываю, вам нужно выписать мысли, которые будут спонтанно приходить вам в голову, больше ничего не делайте, просто выгружаем, вот, и, и, это наш будет, понимаете, мы как аналия заберем, из дефолт-системы, вот, перечисляем игрушки, которые там, веснуется у нас в голове, вот, какой-то там был, б, 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 мастер, какой-то, я ребенка удалил, такой, такой, ну, робот, ну, какой-то, ну, не знаю, космонавт, ну, не важно, в общем, всех космонавтов достаете из головы и фиксируете на бумажке, вот, все дополнительные инструкции по тексту, я бы хотела у вас узнать, я бы хотела у вас узнать для начала, вообще с самого начала, как бы, когда вы впервые только стали делать это упражнение, оно начинается с того, что нужно выписать свои мысли, вот, как у вас сам этот процесс происходил, то есть, условно говоря, вы сели за стол и стали что-то описывать, либо вы целый день за собой наблюдали, вот, как бы, сам процесс. Я слышал, что несколько людей из нашей группы, допустим, они ходили, ну, как бы, ходили по комнате, я лично просто ложился и ожидал мыслей, какие у меня придут. Ну, возникает некоторая тревожность, обычно, когда вот лежишь, хочется что-то начать делать, и вот эти мысли, как раз, которые тревожат, они начинают выходить, ты подумаешь, так, мне нужно там стиркой заняться, мне нужно не знаю, кому-то позвонить, допустим, там, другу, у друга было день рождения, мне нужно было поздравить его и придумать подарок, например, вот, такие вот мысли возникают, все время, и ты крутишь их в процессе, как бы, обычной жизни, но когда вот так вот концентрируешься и выписываешь их, тебе это становится понятно, и с ними можно начать что-то делать. у меня было, но долго я не могла приступить к этому заданию, потому что откладывала, потом решила просто взять листочек и выписывала все мысли, которые приходят, но вначале были мысли больше всякие дела, то есть повседневные, потом начала думать там о работе, о семье, ну и все, все, все подряд выписывала просто вот так списком листочек. Поняла. Уважаемый, как? Честно говоря, прежде чем приступить к заданию, у меня не было, вернее, у меня были скорее заниженные ожидания от выполнения этого упражнения, нежели тот результат, который я получил в итоге. Поэтому я тоже долго вот как эти откладывал, в какой-то момент сел, тоже взял листок, создал некие условия, там, отключил телефон и гаджеты, создал такие условия, чтобы меня ничего не отвлекало. И, собственно, сел выписывать мысли, ну все, что приходило в голову, какие мысли одну за другую цеплялись. Поэтому в конечном итоге составил, как мне показалось, довольно быстро некоторых список. Кстати, вот, в отличие от Артема, немножко пришлось погулять по комнате, мне это помогло. Сколько время заняло само выписывания изначально просто всех мыслей? Я не засекал, но по ощущениям где-то около 20-25-30 минут. Понятно. А как вы поняли, что уже все достаточно выписывать? Можно приступать? Появляются те же самые мысли просто. Они по кругу начинают ходить. Ну, если с ними не работали, так и происходит обычно. То есть, начинают снова те же самые вещи приходить, ты снова такой, я уже это записал, я уже это записал, я уже записал. Все. Иногда приходят какие-то вот вещи, и ты такой, ой, а я об этом думаю. Неожиданно. Да, неожиданно. Да. Совсем странные вещи, там, допустим, про какого-то старого, там, знакомого, и ты думаешь про какой-то там с ним конфликт, и ты такой, ой, ничего себе. А так вы этого не замечали, в общем, в жизни. Да, то есть, здесь помогло именно концентрацию внимания на этом вот в течение нескольких дней. А у тебя, Жень, какое-то... Честно, ощущение пустоты в голове, при этом она не пугающая, она приятная, то есть, эти мысли на бумаге, я на них смотрю, я их вижу, а при этом, я такой, так, вроде бы, по ощущениям, я больше ни о чем не думаю, вот они все передо мной, вот об этом я и думаю, то на одну, то на другую, то есть, вектор внимания, переключаем между ними, но так, чтобы они сами по себе роились, уже не происходит.